Вечата, а теперь о положительном. Давайте взбодримся. В нашей жизни, в вашей жизни было не только плохое. Очень важно, вот смотрите, очень важно, если вы хотите кардинальных изменений в жизни, фокусироваться на хорошем. Потому что мы привыкли с детства получать на одно «да», 50 «нет». Нас родители так оберегали от несчастья, но этим сделали нам большую подставу, скажем так. Поэтому список моих достижений. Девочки, давайте напишем список моих достижений. Того, чего было в вашей жизни хорошего. В личностном росте, в финансах, в отношениях, в здоровье. Что было хорошего. Для чего нужно это хорошее? Это те моменты, которые нас греют в жизни. Вот смотрите, давайте, знаете, как сделаем даже. Возьмите маленькие листочки и возьмите большой листочек, разорвите его на штук 10 маленьких, штук 20 маленьких. И давайте с вами прямо сейчас создадим вашу шкатулочку счастья. О чём это Катя говорит? Бизнес-леди. Сначала о возвышенных материях, а теперь дошла до шкатулочки счастья. Девочки, ну в этом и наша красота, и сила, и обаяние, и женственность в том, что мы можем и великие вещи делать, и спускаться к мелочам, которые, собственно, создают нашу большую-большую яркую жизнь. Вот. Поэтому нарезаем или рвём на части бумажечки и пишем наши достижения за этот год. На каждой бумажечке по одному. Вот вы пишете своё, а я буду своё рассказывать, да? Я никогда не была оратором, я никогда не была спикером, и тут мне пришла в голову идея создать программу «Стратегия женского расцвета». По-моему, 1700 или 1800 уже женщин за этот год её прошло и проходит. У меня был коллектив пару-тройку человек, а сейчас у нас уже больше, по-моему, 25 за этот год. И это очень сильно меня греет, и отношения в этом коллективе. А потом мне пришла идея с моей подругой, которая занималась моим здоровьем, создать программу «Стратегия женского здоровья». И около 500 женщин уже, по-моему, прошли с конца лета эту программу, и есть колоссальные изменения в жизни женщин. Что ещё было достижение? Вот я считаю, что ценным было в моей жизни – это то огромное количество обратной связи, которые я получила от женщин, что происходит в их жизни. Я читала, что в закрытой группе и в отзывах личных, что несколько женщин, девчата, избавились от онкологии, а благодаря тому, что проработали свои комплексы всевозможные страхи, состояния жертвы. Психосоматика, наверное, знаете. Вот девочка рассказала, что она выиграла благодаря мыслительным процессам машину на каком-то конкурсе. Очень многих наладилась жизнь, наладились отношения в семье, очень многие поменяли работу, занимаются любимым делом. И вот то количество обратной связи, которое идёт, наверное, является самым большим счастьем в моей жизни, вот в том, что я занимаюсь чем-то ценным. Я вижу благодарные глаза своей семьи за то, что я преодолеваю какие-то трудности в нашей совместной жизни и являюсь примером для многих, примером того, что можно изменить многое в своей жизни. О материальных разных не буду рассказывать, их много достижений и трансформаций, но их много. Мне кажется, что самое главное, что мы получаем в этой жизни и то, что мы можем унести с собой, это вот наши отношения и нашу любовь. Потому что материальные – это всё приходящее, хотя это важно. Самое главное, мне кажется, это отношения, это вот те тёплые взгляды, это та ценность, которую ты приносишь в жизнь других людей. Поэтому не должен стоять вопрос, как я могу отдавать этому миру. Отдавать этому миру можно уже выйти и пойти за хлебом соседки пожилой, или помочь там несколькими рублями, долларами, гривнами ветеранам, которые есть в вашем городе, или помочь каким-то деткам накормить чужим, которые из многодетных семей. В любую церковь придите, протестантскую или обычную православную, христианскую, и там вам скажут, где вы можете послужить людям. Огромное количество возможностей. Вы можете, есть волонтёрские разные организации в каждом населённом пункте, есть волонтёрские организации, их много, которые помогают другим людям, которым всегда нужны волонтёры. Есть очень много социальных проектов, где нужны волонтёры. Огромное количество возможностей отдавать миру свою любовь, заботу и свой потенциал. А люди, смотрите, вы когда начинаете отдавать, вы выходите из своей коробочки. И каждый даёт по мере возможностей. Кто-то идёт куда-то просто волонтёром работать, а кто-то начинает создавать проекты, а кто-то начинает вообще страны двигать, изменять и так далее. Всё зависит от нашего масштаба. Но приходят на эту энергию другие люди. Приходят люди, у вас завязываются новые знакомства, связи, на вас смотрят, вас хвалят. Вы понимаете, чем вы ценны, и вы начинаете развивать вот то, чем вы ценны. И вы начинаете понимать, в чём ваш потенциал и как его реализовывать. Поэтому не сидите на месте. Лень – это отсутствие энергии. За лень вас будут убирать из этого мира через болезни и через проблемы. Начните отдавать. Итак, девчата, мы завели шкатулочку счастья. И туда, в эту шкатулочку счастья, вам нужно закидать вот эти ваши достижения. Ваше сердечко будет постепенно наполняться вот этими достижениями. Задача. Задача. В течение всего следующего года, помните, положите эту коробочку, баночку, шкатулочку на видное место. И в течение дня что-то происходит, то, что вот вы гордитесь собой. Или какие-то приятные моменты. Или что-то, кто-то вам что-то хорошее сделал или сказал. Запишите бумажечки, положите рядом кучу бумажечек. И записывайте, сворачивайте трубочки и кидайте. Сворачивайте или складывайте и кидайте. Наберите полную такую шкатулочку в течение года. А потом перед Новым годом садитесь и разворачивайте. И вы будете понимать, насколько вы ценны для этого мира. Вы будете понимать, что вот в этом и есть жизнь, девочки. Вот в этом ценной жизни. Понимаете? Вот в этих маленьких точечных ощущениях того, что ты что-то хорошее делаешь для этого мира. Что ты ценна. И будет расти ваша самооценка. И будет расти ваша самооценка, вы будете намного больше, более серьезные решения применять в своей жизни. Да, принимать. Будет больше ваша отдача миру. Будет больше людей за вами идти. И будет вот этот, как снежный ком, ваше благополучие будет нарастать во всех областях. Отдавайте этому миру. Начните отдавать. Начните с того, что приобретите собственную ценность.